Главной международной темой дня в пятницу стало введение Евросоюзом и Соединенными Штатами новых санкций против России. Ограничения затронули физические лица, банки, топливно-энергетический комплекс и оборонный сектор. В персональной части, как ожидалось, ЕС запретил въезд 24-м российским бизнесменам, чиновникам и политикам. В том числе главе Ростехнологии и другу Владимира Путина Сергею Чемизову, так называемому премьер-министру ДНР Александру Захарченко, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, членам правительства Крыма и другим лицам. В корпоративной части списка санкции российским банкам еще больше ужесточили доступ на рынки капитала. Но главный удар все-таки пришелся на сырьевой сектор. Под санкции попали все ведущие газовые и нефтяные холдинги. Газпром, Газпромнефть, Роснефть, Лукоил, Сургутнефтегаз, Транснефть. В числе прочего, Запад запретил своим компаниям участвовать в глубоководных и арктических проектах. Насколько сильно отразятся эти санкции на российской экономике? Такой вопрос задаю политическому обозревателю РТВ Марии Гордон. Она присоединяется сейчас ко мне в студии. Маша, приветствую. Что означают подобные секторальные санкции Запада для российской энергетической отрасли? Здравствуйте, Роман. Новые санкции США можно назвать технологической и финансовой блокадой российских нефтяников. Эксперты подсчитали, что за три года Россия может потерять до 10% нефтяной прибыли. Западные страны намерены остановить экспорт в Россию своих разработок, которые применяются при добыче нефти. Впрочем, пока речь идет не о традиционных способах производства черного золота, а только о наукоемких проектах, технологиях для глубоководного бурения, освоении месторождений сланцевой нефти и арктического шельфа. Большинство действующих месторождений продолжат качать нефть в нынешних объемах. Самим западным добывающим и сервисным компаниям пока будет нелегко полностью отказаться от работы в России. Их зависимость от российских партнеров достаточно велика, и потери в случае применения санкций будут соразмерны. Например, британская BP, которая принадлежит 20% акций Роснефти, уже призналась, что ограничения отрицательно скажутся на ее бизнесе. Причем пострадает все – от доходов до производства и запасов. Запрет на экспорт технологий расстраивает планы BP на разработку арктического шельфа. Уходит с российского шельфа и ExxonMobil. Причем всего через несколько недель после того, как американский гигант совместно с российским партнером Роснефтью начали бурильные работы в Карском море. Проект торжественно запустили главы компании Игорь Сечин и Глен Уоллер, глава компании ExxonMobil Russia. Сотрудничеству на данный момент положен конец. Как сообщили представители Exxon, мы подчиняемся закону. Особо отметим, что нефть из Карского моря должна была поступить на рынок отнюдь не завтра. Здесь наносится удар по энергетическому будущему России. И не только России. Ни одна компания в мире, кроме американских и европейских, не имеет разработок для добычи нефти из глубоководных месторождений и сланцевых пластов. Российским энергетическим компаниям фактически отрезается доступ к большому числу новых технологий, которые невозможно восполнить ни сотрудничеством с Китаем, ни путем быстрой организации импортозамещения. Итак, санкционный механизм запущен. До 26 сентября 2014 года американские граждане должны завершить соответствующие транзакции вывоз товаров, услуг, технологий для пяти российских компаний, попавших под санкции, и уведомить об этом управление США по контролю за иностранными активами. Госдепартамент США совершенно однозначно дал понять, что необходимо сделать, чтобы отменить опубликованные сегодня меры. Мы говорили, что если Россия и далее будет дестабилизировать Украину, то последствия не заставят себя ждать. Однако, если 12 пунктов Минского перемирия будут выполняться, то санкции могут быть и будут остановлены. Я имею в виду их последний раунд. Если же напротив Россия и поддерживаемые ею сепаратисты продолжат свой теперешний курс, то цена будет только расти. Цены действительно растут. Энергетическая, особенно нефтедобывающая отрасль – это бюджета, образующая сердце России. До сих пор по нему боялись бить сильно, учитывая тесное сотрудничество Москвы и Запада в нефтедобывающей отрасли. Сейчас перчатки долой. Меры, введенные сегодня в действие, будут иметь далеко идущие последствия для всех сторон. Роман. Да, Мария, благодарю вас. Политический обозреватель РТВА и Мария Гордона о решении Вашингтона нанести удар по топливно-энергетическому сектору российской экономики.